Всем привет! Я Алексей, доктор Леший. Это мой псевдоним. Так мне мое имя Алексей. Все меня знают как автора исполнительного многих песен и стихов в интернете. Буквально я выкладываю все свои произведения, все свое творчество. Но я хочу сказать другое. Вот по какому поводу я хочу кое-что сказать. Вот у меня в руках препарат. Называется Комбилипен. Всем его вам видно. Специалистам, наверное, понятно, кто это за препарат. Но многим, таким как нам, таким смертным, незначительно узнаваем этот препарат. И вообще далеко не каждый знает, что это такое. Но дело в чем я, к чему веду этот разговор об этом препарате. Мне этот препарат прописал терапевт в нашей поликлинике. У меня, значит, поясница заболела буквально на днях очень сильно. Но это все от того, что связано все с позвоночником. Ну, дело не в этом. Дело в том, что этот препарат, насколько я понял, обезболивающий. Вот. Это как наркотическое средство. Если со мной кто-то согласится. Вот. Что хочу сказать. Мне прописал врач, так скажем, двойную дозу этого препарата. Колоть. Утром и вечером. Как я понял. Я обратился к медсестрам, которые должны мне этот препарат были колоть внутримышечную ягодицу. Ну, они как-то меня шокировали и были удивлены, то, что почему мне не один раз в день прописали его колоть, а два раза в день. Одна из медсестер связалась с этим врачом, который мне назначил этот препарат колоть. И он, видать, подтвердил, что да, именно мне он прописал два раза колоть этот препарат. Но я уже в сомнении. Почему? Сейчас расскажу. Придя домой, я включил телевизор. По первому каналу как раз шла программа «Пусть говорят» Андрея Малахова. И кто сказал, чего? Как раз передача была посвящена нашей такой звезде, ведущей, ее все знают, Дана Борисова. Такая есть у нас. Она, видать, как я понял, попала в наркозависимую историю. Но в чем дело? И когда я стал смотреть подробно эту передачу, и буквально меня шокировал один сюжет в этой передаче. Буквально 3 секунды 4 промелькнула в этой передаче вот эта упаковка. Она была у Даны Борисовой на столе, лежала. Когда велась видеосъемка, видать, видеосюжет этой передачи был охвачен. И вот этот препарат был тоже. Там, так скажем, обозначен. И меня сейчас довольно-таки пугает этот препарат. Чем? То, что не стану ли я, как Дана Борисова, наркозависимым. Потому что этот, как я скажу, еще раз повторяюсь, этот препарат входит в число наркотиков, значит, как я понял. И меня до глубины уже пугает. Не стану ли я наркоманом от этого вещества, от этого препарата. Потому что, как я понял, Дана Борисова употребляла такой, видать, препарат. Он даже был раскрыт. Я его тоже сейчас раскрою и покажу. Вот такие вот ампулы, вот такие ампулы раскрытые, лежали у нее на столе. Вот. И эта упаковка лежала. Вот так же. На столе лежала вот такая упаковка. И вот такие вот были ампулки. Вот. С красным веществом. Вот. Комбилипен. И вот я теперь опасаюсь, не стану ли я зависимым от этого препарата. И не начну ли я его употреблять. А препарат, кстати, ну так скажем, дорогой. Это по моей пенсии препаратик-то дорогой. И вот меня осеняется вопрос. И я хочу услышать от специалистов. Может быть, кто-нибудь мне ответит на этот вопрос. На мой сайт зайдут и ответят на почту электронную. Напишут, пускай. Не стану ли я наркозависимым от этого препарата. Вот чего меня пугает. Вот. Если кто помнит эту передачу. А эта передача была 2 апреля. Ой, 2 апреля. Ошибся. 2 мая 2017 года. Так что, просьба, поглядите еще раз. С 17 минуты и 15 секунд начинается вот этот фрагмент. Вот этого препарата. Где снимают все на столе у Даны Борисовой. Вот. И буквально 3 секунды всего идет фрагмент. Этого кадра. Но хватило то, что разглядеть мне хватило. Вот этот препарат, который мне прописали. Она сейчас лечится, видать, я знаю, как понял, я в Таиланде где-то она лечится. Проходит курс лечения, реабилитации. Вот. А меня смущает. И я хочу выяснить вопрос. Не посяду ли я на этот препарат надолго? В таком возрасте тем более. Может мне его отменить надо? И не может просто назначить какой-то другой за место этого препарата. Вот все. Спасибо за внимание. Был с вами Алексей, доктор Лешин.